Волонтеры. Их добровольная и безвозмездная работа неоценима. Благодаря отзывчивым сердцам этой группы людей социально незащищенные семьи в дни карантина и самоизоляции получали самое необходимое. Продуктовые пакеты, средства гигиены, защитные маски, лекарства. А вместе с ними и столь необходимое человеческое участие. Сюжет Владислава Архипова. Вместе с сотрудниками Загородного дома здоровья Божий Дар стали волонтерами социальной акции «Мы вместе». В основном там молодежь, это студенты, молодые люди. Такие волонтеры есть в каждом регионе. В их задачи входит доставка продуктов питания, а также лекарств. Меня не хотели брать, потому что говорили, что по возрасту вы уже не проходите, потому что там до 50 лет, а вам уже намного больше, чем 50. Но я сказал, что я не такой старый, я могу еще послужить, помочь. Железноводск и Ростов-на-Дону. Разные города, один проект. А главное люди. Те, что смогли получить свое время на помощь. Андрей Кочелаба, священнослужитель, также присоединился к волонтерскому движению в городе Краснодар. Иногда ты смотришь и думаешь, что вот, ну все хорошо ведь, да, а не всегда знаешь, насколько все нехорошо. И поэтому не зря Христосу тоже говорит и не раз, я был голоден, вы пришли ко мне. Я нуждался, вы там помогли мне. Я был в темнице, вы проведали меня. В больнице был или там, написано, был болен, вы посетили меня. Следовательно, вот эти простые жесты доброты, которые сегодня все меньше, меньше и меньше. И я благодарен Богу, что есть сегодня движение, есть волонтерское, скажем, такое направление. И человек, желающий послужить, он всегда найдет, где и кому, и как это сделать. Таган Роб. Группа христиан, объединившись с единомышленниками, помогают 20 семья, в которых есть дети-инвалиды. Минеральные воды. Вот одно из многих писем, пришедших в общину церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Я мама двух детей, 4 и 15 лет. Знаю, что не отношусь к категории многодетной семьи, но на данный момент оказалась в трудной жизненной ситуации. Прошу помощи. Помощь, которую могла оказать община, была ограничена. Что делать? Молились. Ответ пришел неожиданно в лице бизнесмена из соседнего города, который выделил необходимое количество продуктовых пакетов. Город Ростов-на-Доно. Артур и Мирослава с четырьмя детками на протяжении нескольких лет, будучи военными беженцами, вынуждены были скитаться по городам России. Несколько месяцев они, можно сказать, проживают в Ростовской области, сменив за это время три населенных пункта. И сегодня эта семья имеет необходимое через помощь братьев и сестер. Многие откликнулись из разных общин города Ростова и не только. Помогали вещами, помогали продуктами, помогали мебелью, помогали деньгами. Теперь у них есть кровь, которая смогла им дать женщина, молившаяся, чтобы Господь усмотрел семью, которая нуждается в жилье. Новороссийск. Владимир, однажды увидев нужду и поняв, что он может оказаться тем самым, через кого Господь окажет реальную помощь, не отвернулся. И сегодня активно помогает семьям, где есть дети-инвалиды. 109 человек где-то получается, в общем. Ну, помимо этих деток еще есть люди, которые есть в этой группе. Если хочешь увидеть Бога, иди туда, где Он есть. Бог всегда там, где нужда. Там, где нужна твоя помощь. Я знаю и верю в то, что этой группой руководит сам Творец. И это сто процентов. Я знаю, что и там Его рука, и Он во всем благословляет. Чтобы я в этом направлении не делал, я знаю, что там Господь.